Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и сегодня у нас в студии гость, вице-президент благотворительного фонда «Это чудо» Наталья Васильева. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наталья Александровна, думаю, будет не лишним напомнить о ваших проектах, чем занимается ваш фонд. Благотворительный фонд «Это чудо» работает с 2012 года. На протяжении 6 лет мы поддерживаем детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Большое количество медицинских программ действует в фонде, которые направлены на поддержку детей-инвалидов. Это связано с покупкой лекарств, технических средств реабилитации, а также программы направлены на поддержку детей-сирот. Большое количество проектов, связанных как раз с поддержкой этих детей, мы реализуем ежегодно. В прошлом году, в 2017, одним из ярких проектов стал проект «Мегабоча». Когда больше полмиллиона рублей мы вложили в этот проект, и благодаря ему дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, как правило, это дети с тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата, получили доступ к этой игре по олимпийскому виду спорта «Боча». Благодаря ему они укрепили свое здоровье, они получили возможность выезжать на всероссийские соревнования, занимать призовые места, пополнили материально-техническую базу, и плюс к этому мы объехали почти всю Чувашу и научили детей в отдаленных участках нашей республики играть в эту игру. И очень заинтересовали их, и в следующем году, в общем-то, планируют их тоже вывозить на такие же соревнования в Москву. Ну, то есть этот проект, получается, продолжается еще? Да, конечно, мы его не оставляем, но, к сожалению, деньги выделены, проект у нас закончились, и при наличии спонсора, конечно, у нас откроются большие возможности, но все равно мы будем поддерживать детей, будем организовывать соревнования, то есть мы их не оставляем, потому что это, в общем-то, наша деятельность, деятельность нашего фонда. Наталья, в 2018 году ваш фонд начинает новый проект, который называется «Наставничество». Его телевизионная версия «Мой новый друг». О чем именно идет речь? Вообще новый он для Чувашской республики. Этот проект называется, на самом деле, у нас «Наставничество 2». Почему 2? Потому что в прошлом году мы его реализовали и опломбировали, можно так сказать, в городе Киров. Поэтому, получив невероятно хорошие результаты, мы решили подключить и Чувашскую республику. При поддержке Министерства образования Чувашской республики мы начали реализацию этого проекта. Он направлен на социализацию и практическую адаптацию ребенка, когда он выходит за пределы детского дома. Мы все прекрасно знаем, что очень много бытовых сложностей возникает у ребенка, связанных с тем, что нахождение и пребывание постоянно в учреждениях для детей-сирот, сейчас они уже не называются детскими домами, они ограничивают ребенка. У него формируется определенное, я бы сказала, даже ограниченное мироощущение, мировоздание такое. И поэтому ему очень сложно, когда он уже выпустился из детского дома, адаптироваться к среде. Хотя не хочется мне такими громкими словами, там, социализация, адаптация. На самом деле ему просто сложно, ему непонятно. Мир для него очень-очень труден, потому что те ситуации, с которыми сталкивается ребенок, когда он растет в семье ежедневно, да, с различными, и нарабатывает навык преодоления вот этих ситуаций, этому ребенку, который всю жизнь провел в учреждении, конечно, являются недоступными. Поэтому очень важно поддержать этого ребенка. И проект у нас называется «Наставничество», потому что мы ему ищем наставника. Это не спонсор, это не воспитатель, это не какой-то человек, контролирующий его поведение, да, когда он будет где-то учиться за пределами детского дома. Этот человек просто друг. Мы ищем как раз друга, мы ищем наставника, ищем такого партнера по жизни, который бы поделился вот своим мироощущением, поделился своими навыками, поделился своим умением решать определенные трудности, задачи, которые справляются. И, конечно же, обучил просто элементарным бытовым навыкам. Это готовить еду, там, стирать, заниматься спортом. Привил бы ему лучшие качества, какими он сам обладает. Вот мы и подходим к следующему вопросу. Все-таки чем отличается наставничество от других форм работы с детьми, оставшимися без попечения родителей? От того же самого опекунства, попечительства, от гостевого режима? Ну, на самом деле, наставничество – это немножечко приближе к гостевому режиму. В данном случае, я еще раз повторю, что тут не нужны какие-то деньги спонсорские. Мы, наоборот, будем обучать наставников тому, что не нужно давать ребенку деньги. Что ваша самая главная задача – это как раз научить ребенку дружить, подарить ему ту любовь, которую он недополучил, находясь. И все-таки социализировать путем получения каких-то определенных навыков в быту, в жизни. Наставниками, как правило, становятся люди, которые ввиду каких-то определенных обстоятельств боятся взять ребенка на постоянное удочерение или усыновление. И поэтому здесь у них есть шанс как раз попробовать себя в роли будущего родителя, присмотреться. И у нас, в общем-то, организовались такие пары, которые… Ну, и наша эта идея тоже, чтобы были такие пары, которые, в общем-то, прошли всю жизнь уже с этим человеком, с наставником, с другом. Ну, пусть будет. Ну, какой-то вот… Просто подружились, может быть, для них. Да, как дальний родственник даже. Вот хотелось бы так сказать, потому что, как правило, вот у ребенка-сироты нет никого в этой жизни. А кто может стать наставником? Наставником вообще у нас может стать любой человек, достигший совершеннолетия. Но, как правило, все-таки мы предъявляем и хотели бы даже, тут слово «предъявляем» может быть не совсем подойдет, хотели бы, чтобы человек обладал определенными психологическими установками. То есть человек был успешен в жизни, человек состоялся в своей профессии, состоялся в семье, человек, ну, такой достаточно реализованный, уверенно стоящий на ногах. Нам не нужно обязательно там какого-то обеспеченного человека, какого-то директора, да. Ну, мы, конечно, будем рады, что и такое, если у нас наставник будет. Наставниками становились у нас и пенсионеры. То есть это люди, которые обладают большим количеством времени, которое они могли бы уделить ребенку. Ну, и, конечно, должно быть доброе сердце у этого человека, должно быть обязательно желание помочь ребенку. Ну, и если есть таких технических моментов, то обязательно мы у наставника просим справку, да, это, что он не болеет какими-то тяжелыми там неврологическими болезнями, что у него нет каких-то зависимости в виде алкоголизма. То есть тут очень строго все будет проверяться, что у человека нет судимости. То есть, ну, конечно, мы не доступим, не подпустим к ребенку человека с плохой репутацией. Все-таки это такие успешные, среднестатические наши, скажем, жители нашего города, которые успешно стоят на ногах, которые работают. Кто-то имеет семью, кто-то по каким-то причинам, ну, возможно, не имеет своего ребенка, но очень хочет попробовать вот стать ему таким другом, попробовать себя в роли будущего родителя. Вот, в общем-то, вот таким наставником может стать любой человек. Ну, то есть единственное, что вы у него потребуете, это справку медицинскую, о чем вы сейчас говорили, получается, да? Никаких дополнительных тестирований, отборов не будет? Нет, конечно же, отбор будет. Да, предоставив все необходимые документы, наставник у нас проходит определенное анкетирование на соответствие. То есть, потом обязательно у нас проходит школа наставничества, у нас подключен центр комплексного сопровождения детей. Это та организация, которая постоянно проводит курсы для будущих родителей, для опекунов. И поэтому они разработали специальную программу для обучения наставников. Мы подготовили различные ролевые игры, различные внештатные ситуации. Все это будет вот в форме тренинга, который они обязательно должны будут пройти, прежде чем познакомиться с ребенком. И по окончании будет выдаваться даже диплом наставника, что о прохождении вот этого курса. Как интересно. А как наставники будут соединяться с детьми? То есть, как этот процесс весь будет происходить? Кто станет чьим наставником, получается? Ну, вообще, вариантов на самом деле несколько. Ну, при поддержке национального телевидения у нас будут выпускаться еженедельно, будут выходить программы. Будет называться «Мой новый друг», где мы будем рассказывать о ребенке, который хотел бы найти наставника. Мы будем рассказывать о том, чем он увлекается. И вот сразу скажу, что первая передача выйдет в это воскресенье в 20 часов, и все желающие могут посмотреть. Вот. А как же соединиться? Ну, вот, во-первых, вы можете посмотреть, увидеть, скажем, если у вас загорелся, такое желание возникло, увидев ребенка по телевизору, вы можете позвонить к нам в фонд, координаты будут озвучены позже. Вы можете зайти на сайт, у нас действует сайт «Наставник-21», заполнить анкету о том, что вы хотите стать наставником. Если вы еще не определились с ребенком, то есть вы можете выбрать даже не из тех детей, которые у нас представлены на сайте, а работники фондов. А, то есть дети у вас представлены на сайте? Да, уже на сайте есть детишки, анкеты детей-сирот, которые ищут себе тоже наставников и готовы подружиться. И плюс у нас будут организованы определенные мероприятия в учреждениях, это то же самое, что кулинарный мастер-класс, различные творческие вечера, литературные вечера, где, в общем-то, человек, присмотревшись, могут, ну, даже тут не только наставник, но и сам ребенок может себе выбрать наставник. У нас было очень много случаев в Кирове, когда сами дети подходили и говорили, станьте моим наставником. То есть тут зажигается какая-то общая искра, ты видишь, что психологически ты к этому ребенку неравнодушен, что вот тебе он просто интересен, это, знаете, как на уровне подсознания уже срабатывает, и ты понимаешь, что вот именно вот этому ребенку ты хочешь стать наставником. Поэтому тут каких-то ограничений нет, то есть возможности разные. Можно на сайте зарегистрироваться, можно позвонить, и пройдя уже вот школу обучения наставников, которую мы для них обязательно предлагаем, потом уже идти на встречу с ребенком. Проект очень хороший, действительно очень интересный. Пожелаем вам только удачи, наверное, Наталья, что все задуманное у вас осуществилось. Спасибо еще раз. Я напомню телезрителям, у нас в студии сегодня была Наталья Васильева, вице-президент благотворительного фонда «Это чудо». Я с вами прощаюсь, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok